Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители! Сегодня 31 января, вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Для вас ее проведем мы, я, Юрий Смирнов. И я, Юлия Анна Шахова. 31 января 1945 года открылся первый после Гражданской войны Поместный собор Русской Православной Церкви. На нем присутствовали 170 священников. На соборе выступил председатель Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Народных Комиссаров СССР Карпов. Он сказал. Православная Русская Церковь с первого дня войны приняла самое горячее участие в защите Родины всеми имеющимися в ее распоряжении средствами и возможностями. Патриарх Сергий, глубоко понимавший смысл происходящих событий, благословил православных на защиту границ Родины. В своих многочисленных посланиях и проповедях с церковного Амвона он неустанно звал верных сынов Церкви на смертный бой с лютым врагом советской страны, гитлеровской Германии. В первый день собора священники отслужили молитву за Сталина и за победу. 31 января 1968 года была провозглашена независимая республика Науру. Крошечное государство на одноименном коралловом островке в юго-западной части Тихого океана, площадью 22 квадратных километра и населением около 10,5 тысяч человек. Остров был открыт в 1798 году англичанами. Как пишут историки, в соответствии с Ангелогерманской конвенцией 1886 года, Науру был закреплен в сфере германских интересов. В 1888 Германия оккупировала остров и превратила его в часть протектората Новая Гвинея. В конце 19 века на территории Науру были открыты богатейшие запасы фосфоритов. Права на постройку шахт приобрела Британия. В период Первой мировой войны Науру заняли австралийские войска. В 1920-м остров в качестве мандатной территории Лиги наций был передан в совместное управление Великобритании, Австралийскому Союзу и Новой Зеландии. В годы Второй мировой войны остров захватили японские войска. В 1947 году остров Науру, как подопечная территория ООН, вновь перешел под управление Великобритании, Австралийского Союза и Новой Зеландии, которое от имени трех государств осуществлялось австралийским правительством, назначавшим своего администратора. В 1950-е годы на Науру началось движение за независимостью. В 1951-м на основе Науруанского совета вождей, созданном в 1927-м, был образован Совет местного управления с ограниченными правами. И, наконец, 31 января 1968 года было провозглашено суверенное государство, Республика Науру. В изобилии, располагающие фосфатами Республика Науру, по доходу на душу населения, принадлежит к богатейшим странам мира. Сегодня 31 января, вы смотрите программу «День веков и хронограф». Теперь мы более подробно расскажем вам о людях и событиях, вошедших в историю науки, изобретений и культуры. 31 января 1714 года Петр I распорядился перевести все свои личные коллекции диковинок в новую столицу и разместить их в служебном помещении летнего дворца на фонтанке, названном на европейский манер куншткамерой, кабинетом редкостей. Так родился первый музей России, полное название которого сегодня «Музей антропологии и этнографии» имени Петра Великого Российской Академии Наук. Начало коллекции было положено еще в конце 17 века, когда Петр I привозил из заграничных поездок модели кораблей и машин, приборы и астрономические инструменты, чучела животных и птиц. Экспонаты поступали и со всех уголков России в соответствии с изданными в эти годы указами царя. У голландского ученого Фредерика Рюйша была приобретена уникальная коллекция анатомических препаратов. Вскоре прежнее здание стало мало, и экспонаты были переведены в двухэтажное каменное здание у Смольного, известное под названием Кийкиных палат. В 1719 году кунсткамера открылась для публики. Чтобы увеличить посещаемость музея, Петр отверг предположение о входной плате. Наоборот, каждому при посещении выдавалось угощение – чашка кофе или рюмка водки, на что ежегодно ассигновалось по 400 рублей. В 1727 году на стрелке Васильевского острова было построено новое здание кунсткамеры, в которое перевезли все коллекции и библиотеку. Большой урон музею был нанесен пожаром 1747 года, когда фактически были потеряны все этнографические коллекции. Для восстановления коллекции и ремонта здания потребовалось время, и кунсткамера была вновь открыта лишь в 1766 году. 31 января 1769 года родился Анре-Жак Гарнерен, французский аэронавт, создатель первых парашютов и первый парашютист. Гарнерен стал совершать высотные полеты на воздушном шаре, и в 1797 году сделал прыжок с парашютом с высоты тысячи метров. При подготовке к этому прыжку возникла одна проблема, которую исследователь не мог предугадать. Дело в том, что в парашюте, диаметр которого составлял около 10 метров, не было отверстия для выхода воздуха, в результате чего Гарнерена начало мотать во все стороны. Тем не менее, он удачно приземлился примерно в километре от предполагаемой точки падения. Продолжая свои демонстрационные полеты по городам Европы, в 1802 году в Англии он совершил рекордный прыжок с высоты 2440 метров. Андре-Жак Гарнерен погиб в 1823 году во время очередного воздухоплавательного эксперимента. 31 января 1797 в Австрии, близ Вены, в семье школьного учителя родился композитор Франц Шуберт. Его первыми музыкальными наставниками были отец, скрипка, старший брат Игнац, фортепиано, и регент приходской церкви Кольцер, пение. В 1808 Шуберта приняли певчим мальчиком в придворную капеллу. Юным музыкантом заинтересовался Сальери, и с 1812 по 1817 годы Шуберт занимался с ним композицией. В 1813-14 Шуберт прошел курс в учительской семинарии, затем работал помощником учителя в школе своего отца. В 1818 году он начал самостоятельную жизнь, уйдя из семьи. Несколько лет он давал уроки музыки, неоднократно пытался получить постоянную музыкальную должность, но безуспешно. Со временем у Шуберта появились друзья, поклонники его творчества, которые оказывали ему посильную материальную помощь. В кругу друзей и знакомых часто исполнялись его сочинения. Такие вечера назывались шубертиадами. С 1821-го произведения Шуберта начали издаваться. Он стал много ездить. Композитор писал, «С сердцем полным бесконечной любви к тем, кто меня презирал, я отправился в далекие страны. Я пел песни и пел их много-много лет. Когда я пел о любви, она приносила мне страдания. Когда я пел о страдании, оно превращалось в любовь». В 1823-м году его избрали почетным членом Штирийского и Линского музыкальных союзов. В 1828-м в Вене состоялся концерт из сочинения Шуберта, имевшие большой успех. Осенью того же года Франц Шуберт, композитор, заболел брюшным тифом и скончался. За свою короткую жизнь Шуберт создал почти 600 песен на стихотворение, около 100 поэтов. Причем для каждого крупного поэта композитор находил соответствующие поэзии стилистические приемы. Шуберт написал музыку ко многим произведениям Геты, в их числе «Лесной царь», «Гретхен за прялкой», «Шиллера жалобы девушки», «Группа из Тартара», «Гейн и двойник», произведениям Шекспира, Вальтера Скотта, «Аве Мария». Шуберта признал весь мир. Его произведения по сей день идут на многих прославленных сценах. Его музыки по-прежнему рукоплещут. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова